Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и давным-давно я хотела поделиться с вами своими любимыми сериалами. Ну, у меня записано как топ, но я буду не по местам их рассчитывать, целых 20 сериалов я записала для вас. Это то, что я считаю, должен посмотреть каждый. Ну, а там уже, знаете, как с первой серии, как возьмет, и первый сериал, который я посмотрела, называется «Остаться в живых». Это первый сериал, который я посмотрела, после чего началась вся моя сериальная карьера, и я теперь не могу остановиться. Посмотрите, и с удовольствием обсужу с вами конец этого сериала. Дальше. Один из моих любимых сериалов — это «Доктор Хаус». Это юмор, остроумие, духовность и все на свете. Я наслаждалась этим сериалом, и очень жалко, я очень расстроилась, когда он закончился. Я рекомендую всем посмотреть, кто его еще не смотрел. Сериал «Во все тяжкие» — суперсериал, я его рекомендовала даже своим друзьям. Мой молодой человек тоже его посмотрел, и все, кто смотрели, оставались довольными. Я рекомендую вам его посмотреть, это отличный сериал. «Оббани меня» — сериал для тех, кто любит психологию, интересные такие вещи. Тоже такой психологически интересный сериал, мне он очень понравился, отличный состав актеров. Вы не пожалеете, если посмотрите. Пятое. «Отбросы». Офигенский сериал, тоже его нашла. Молодые ребята, которые попали в исправительную колонию, отличные актеры, вообще симпатичные ребята, офигенские сексуальные девчонки. Такие острые сюжеты, мне очень понравилось. Каждая серия — это что-то новое, что-то интересное, приключенческое. Конечно, оно все завязано на предыдущих. В общем, там ребята со всякими способностями, ну, очень прикольно. И смотрите перевод «Кубик в кубе», потому что с матом этот сериал намного интереснее. Шестое. «Страшно красивое». Этот сериал я посмотрела совсем недавно, случайно на него наткнулась. Он, наверное, парням не очень понравится, но и девчонкам понравится. Что мне в нем понравилось, то, что там девчонки, которые следят за своей красотой, и такие стильные, особенно главная героиня, ее подружка. Мне это очень нравится, очень импонировало. Плюс там завязан этот сериал на юридической теме. Мне очень нравится, как, хоть она и блондинка, и вроде такая ха-ха-хи-хи, но как у нее работает ум, и как быстро она находит выходы какие-то. Ну, такому человеку стоит доверять, и я бы хотела себе иметь в друзьях такого человека. И еще многие виды, как выглядела там блондинка, у нее подружка, и вот как она выглядела, очень много идей по косметике и одежде, я брала оттуда и покупала себе такое. «Прикуп». Тоже я посмотрела совсем недавно. Этот сериал состоит из четырех серий всего. Смотрится как один большой фильм. В главной роли Том Хэнк. Очень классный актер, он отлично там сыграл. Я рекомендую вам посмотреть, и думаю, что вы тоже не пожалеете. «Гамора». Скорее всего, он, наверное, будет интересен мальчикам, но раз он был мне интересен, думаю, что девочкам тоже он будет интересен. «Гамора» — это про наркобизнес, наркодилеров типа «Крестного отца». Мне очень понравился, он еще не закончен, я его буду смотреть дальше. «Каприка». «Каприка» — это, наверное, где-то второй или третий сериал, который я посмотрела. Мне он очень понравился и запал в душу, мне даже снились сны, связанные с ним, потому что там виртуальная реальность, которую создали, и она очень мне напоминает осознанное сновидение, которое я когда-то занималась. Очень все там похоже в этой виртуальной реальности, как в осознанных сновидениях, поэтому мне оно было очень близко, очень запало в душу, и что-то необычное я ощущала от этого. Они сделали так, что там, по-моему, один сезон. Посмотрите, если будет интересно. Мне было очень интересно. Хотя этот сериал совсем неизвестный. «Русские сериалы» пошли немножечко, потом перескочим обратно. «Русский сериал Станица». Его, видимо, многие смотрели, там тоже необычный сюжет, действительно держал до самого конца. «Тест на беременность». «Тест на беременность» — очень неизвестный сериал русский, отличный тоже состав актеров, тоже очень интересно, и я замечала, что его смотрят молодые люди. Именно поэтому меня заинтересовал этот сериал, потому что я как мне приходила к вам в гости, когда жила в Москве, я все время смотрю, что смотрят сериалы. То есть мы с девчонками на кухне, да, а парни что там смотрят? Сериал. И я не понимала, в чем дело. «Что твой муж смотрит?» Он такая, да, «Тест на беременность». И нравилось. Я заинтересовалась этим сериалом, я решила его посмотреть, мне тоже очень понравилось. Дальше сериал «Королевство». «Королевство» — это про бои, это про одного тренера, он их тренирует, они там бьются, тоже и любовь, и драки, красивые ребята, красивые девушки. Тоже сериал не закончен, но очень интересно, рекомендую. Русский сериал «Мажор». Мне очень нравится «Прилучный», поэтому я смотрю с ним сериалы. Вновь время хотела посмотреть с ним все фильмы и сериалы, но вы знаете, не все фильмы и сериалы мне с ним понравились. Но «Мажор» отличница, там много актеров, которые мне нравятся, поэтому тоже рекомендую посмотреть. Этот сериал вроде бы законченный, но может быть и будет еще продолжение. «Однажды в сказке». Я смотрела его долго, там, по-моему, 5 сезонов, он тоже еще не закончен, но это необычная история. В общем, сказка. Сказка, когда сказочные персонажи оказываются в нашем времени или наши люди оказываются в сказке, в общем, там такой замут глубокий, но очень интересно. Там такие костюмы, красивые актеры, актрисы, они так играют, я до сих пор смотрю, и мне очень нравится. Ну, я уже закончила смотреть, я тебя жду выхода новых серий. Рекомендую. «Игра престолов». Все знают, наверное, это «Игра престолов». Вообще суперский фильм, даже нечего говорить, если ты не смотрел, начинай. «Великолепный век». Ну, это для девочек, кто не смотрел, мне тоже очень нравится, потому что там основано очень много на реальных событиях. Конечно, фильм, очень сериал затянутый, но там такие костюмы, просто нереальные, и очень красивые актрисы. Я его смотрела с большим удовольствием, хоть и серия злится, по-моему, полтора часа. Ну, в общем, если вы не смотрели, «Девочки, великолепный век» и вам нечем заняться, это именно то, что вам нужно. «Ходячие мертвецы». Посмотрите первые две серии, и вы поймете, хотите его смотреть дальше или нет. Мне он очень понравился. «Побег». Побег именно не русский, а западный побег. Ну, я его смотрела, мне очень понравилось, актер, все интересно, но почему-то где-то на середине я остановилась, и я его в итоге не досмотрела. Не знаю почему, но отзывы о нем очень хорошие, классные, и мальчикам особенно нравится. Многие, кто с этого сериала именно подсаживались вообще на сериал. «Девятнадцатое» — это «Друзья». Ну, это, наверное, все смотрели, но вы знаете, я его пересматривала много-много раз, и я всегда смеюсь, и всегда у меня на душе. Такое приятное ощущение, что люди умеют дружить, умеют шутить, и мир воспринимают с чувством юмора. Этот сериал можно пересматривать снова и снова. Я рекомендую вам его посмотреть, если вы смотрели, но если вы не смотрели, вы с ума сошли, смотрите его. На 20-м месте, это не значит, что он последний, это очень классный сериал «Визитеры». Главная героиня такая просто необычная с короткой стрижкой, она, в общем, это как про инопланетянина, которые приехали на нашу Землю, и что-то хотят здесь нести добро, но на самом деле не все так просто, и, в общем, тоже необычный, из разряда необычных сериалов. Я его тоже посмотрела, но он еще, по-моему, продолжает идти и записываться, и я рекомендую вам его посмотреть. В общем, эти сериалы, действительно, я их обожаю, если бы я их не смотрела, я обязательно бы их посмотрела еще раз, то есть не еще раз посмотрела бы обязательно, я рекомендую, кто не смотрел сериалы, кто очень любит сериалы, посмотрите из этого списка, я этот список весь оставлю внизу, оставляйте свои отзывы, если даже вы смотрели какой-то сериал, и полностью со мной согласны, пишите комментарии, мне будет приятно что-то с вами обсудить, не хочу красить впечатление, поэтому я не так много рассказывала об этих сериалах, и я хочу, чтобы вы насладились, получили удовольствие, получили новые впечатления, так же, как и я. Не расстраивайтесь сильно, если ваш любимый сериал заканчивается, наш кинематограф, наш зарубежный, все идет все дальше, и придумывает все более интересное, чтобы нас развлекать. В общем, если вам было интересно, вы что-то узнали новое, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, я расскажу в новых видео очень много интересного. С вами была Селена Сай, пока-пока!